Приветствую подписчиков и гостей канала все о стиральных машинах и бытовой технике. Сегодня у нас топ 5 лучших телефонов Maxvi по отзывам покупателей Яндекс.Маркета. Ссылки на лучшие телефоны Maxvi находятся в описании к данному видео. Ну а мы переходим к рассмотрению первой самой модели, это Maxvi P100. В основном тут конечно телефоны это звонилки так называемые. Для тех кто где-то в полях, где-то далеко, что нужна батарея, то есть долгий-долгий заряд. Это вот как раз тот самый случай. Смартфоны есть у Maxvi, но их очень мало и вообще данная марка на них не специализируется. Итак, Maxvi P100. В данном случае это телефон с экраном 2.4 до 320 на 240 разрешения. Камера тут не заслуживает внимания, зато аккумулятор 5500 мАч. Заявлено, что он может держать до двух недель. Это кстати подтверждают отзывы людей, что очень долгий заряд. То есть как бабушкинский телефон это вообще идеальный вариант. Ну не только бабушкинский, то есть если вы допустим фермер или там еще занимаетесь чем-то, что у вас нет возможности подключиться к электрической резетке, то есть вы где-то в полях, там где нет электричества, это хороший вариант, потому что если умеренно разговаривать, действительно его хватает на неделю и даже больше. А если им почти не пользоваться, то и на две недели. Данный телефон как раз рассчитан на тех, кто ничего сверхъестественного от подобных телефонов не ожидает. У него как бы у этого телефона номинально вроде как защита есть корпуса, но по факту его вот эти вот противоударные возможности, они сомнительны, потому что передняя часть практически не защищена, экран вот это слабое место. Но если где-то на уголок уроните, еще более-менее. Ну а так я бы не советовал испытывать его на прочность. В целом неплохой аппарат, большое количество положительных отзывов. Ну вот те люди, которые пишут недостатки, там памяти по минимуму и прочее. Ну вы же покупаете все-таки не смартфон, а вы покупаете звонилку, поэтому рассчитывать на то, что у нее там памяти будет достаточно, наверное, не стоит. Ну и в целом цена тоже радует 1800 рублей, поэтому почему бы не купить. Второе место занимает похожий телефон MaxVR1, но это совершенно другой уже аппарат в том смысле, что у него и конфигурация кнопок немножко поинтереснее, я бы сказал, в том смысле, что вот, например, у него кнопка включения фонаря есть спереди вместо кнопки SOS. Вот на предыдущей модели кнопка SOS периодически случайно нажимается, то есть она не должна быть в таком месте, на мой взгляд. А здесь на этом месте фонарик, что наоборот удобно, потому что где-то идете, в темноте достали, не надо приглядываться, где там это включение фонаря, нажали и включили. Экран такой же, но аккумулятор послабее, 1800 мАч. Тем не менее, он держит достаточно долго, то есть 4-5 дней при условии, что вы звоните, используете фонарик. То есть по противоударным возможностям тоже поинтереснее данный телефон. Он менее тормозной, неплохо работает в таких местах, где плохо вообще связь берет. Поэтому обратить внимание на эту модель однозначно стоит. Удобно лежит в руке, как бы он меньше царапается экран, я имею в виду. Меньше стираются кнопки, то есть вот это вот нанесен, не знаю, краской или что это такое на кнопках, но она меньше стирается, об этом люди говорят. Так что, в принципе, и для пожилых людей, и для людей, которые, в общем-то, частенько ходят в походы, это неплохой вариант, хотя, может быть, и не лучше на рынке, но по цене однозначно приемлемый, 2890 рублей. Третье место занимает тоже простенькая звонилка для бабушки с огромными цифрами тут, то есть промахнуться мимо них даже человеку подслеповатому будет сложно. 1500 мАч идет батарея, что для такого экономичного телефона, в принципе, более чем достаточно, то есть его хватает на неделю, бывает даже дольше, поэтому в этом плане удобно. Есть фонарик с отдельным выключателем, он работает в местах, где антенны не очень, то есть лучше даже, чем многие смартфоны берет. Отзывы это подтверждают, хотя отзывов, может быть, не так много, но и надо сказать, что эта модель не сильно старая, то есть она сравнительно недавно на рынке появилась. В разных цветах она предлагается, и цена, как мы любим, до 2000 рублей, 1990. Четвертое место занимает еще один телефон MaxVB100DS, это звонилка тоже простая, видите, с станцией зарядки, то есть не надо там мучиться тыкать зарядку, там искать, то есть забросили его на станцию и пусть заряжается. В этом плане для бабушек и дедушек это предельно удобный вариант, тоже огромные кнопки, тоже кнопка включения фонарика, ну камера не заслуживает внимания, аккумулятор 1000 мАч, в принципе, достаточно для такого аппарата. Ничего лишнего в нем нету, здесь и, наверное, говорить не стоит. Здесь вот сразу обратите внимание, накрученный отзыв, то есть человек взял фотографию, где специально стерты кнопки, это относительно новый аппарат, который просто вышеркали кнопки и, соответственно, показывает, мол, у него качество краски плохое. Нет, на это не смотрите, так он не... Да, конечно, стираются кнопки, но не так вот, как здесь показано, то есть скорее вы сотрете телефон до дыр, прежде чем сотрутся кнопки. Поэтому вот на этот момент стоит обратить внимание, что накрученные отзывы тоже есть, никуда они не делись, но в целом телефон очень хороший и большинство людей адекватных довольны этим аппаратом, ну потому что что требуется от дедушка фона, да, чтобы он звонил, чтобы он, соответственно, выполнял свою основную функцию. А это он делает очень неплохо, тем более, что цена 1450 рублей, всего-то навсего. Ну и, наконец, завершает наш рейтинг телефон Maxi C3N. Это телефон тоже простенький и, кстати сказать, самый дешёвый в сегменте. 750 рублей всего лишь, то есть некоторых удивляет, ну вот так бывает иногда, да. У него, конечно, есть некоторый минус. Это дохленький аккумулятор 800 мАч. Но, опять-таки, дохленький относительно, потому что при среднем использовании телефона на 3-4 дня его хватает. Плюс у него кнопка удобная, фонарик, а до посредине, то есть нажали, включили. Ну, кто-то вот пишет, что от полного заряда прошло 3 дня, осталось 3 деления из 5. Эти разговоры умеренные, не ожидал такого сюрприза за такие деньги. Ну, опять-таки, умеренные – это оценочное понятие, у кого как. То есть, вот специалисты тестировали умеренное общение, его на 3 дня хватает. Ну, там, 3-4 дня, так скажем. В зависимости от того, опять же, как интенсивно использовать. Ну, опять же, понятие интенсивности, средней интенсивности у всех разные. Поэтому его и на неделю может хватить, как будете разговаривать. А если трещите целый день по телефону, то заряжать придётся каждый день. Тут от этого никуда не денешься. Говорят о тупой прошивке. Кстати сказать, этот же человек с таким же ником и про другой телефон, точно такой же один в один отзыв. То есть, скопировал оттуда-сюда, видимо, специализируется на том, чтобы писать эти самые отзывы. Так что, вот этот отзыв я под сомнение ставлю. Остальные отзывы более-менее реальные. Вот, особенно те, которые сопровождаются фотографией. Ну, вот, конкретно данный субъект, он просто-напросто слишком много требует от такого рода аппаратов. Хотя, действительно, с контактами для сим-карт бывают иногда проблемы. Но решается эта проблема банальной чисткой. Потому что сборка, действительно, не самая качественная. И бывает, пластик попадает между контактами. Ну и, соответственно, если его аккуратненько, например, тем же шилом прочистить эти промежутки между контактами, всё нормально будет. То есть, сим-карта вставится, будет читаться, и никаких проблем не будет. Не все, конечно, аппараты требуют такой доводки. Но если вдруг вам попался такой, имейте в виду, что это легко решается. 750 рублей он стоит. Ну и, в принципе, вполне достоин нашего рейтинга. Ссылки на лучшие телефоны MaxV с Яндекс.Маркета находятся в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх. Жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик. И всего вам хорошего.